Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я хочу поговорить о продуктах из iHerb. Как вы знаете, сейчас период Black Friday, у некоторых магазинов прям Black Week, и iHerb не исключение. Сейчас самая выгодная цена, самые большие скидки. Я решила сегодня снять видео о своих любимых продуктах оттуда, для того, чтобы вы успели заказать то, что вам нужно, то, что вам понравится, по самой выгодной цене. Итак, давайте начнем, наверное, с продуктов питания. И я думаю, что я не первая, и, возможно, вы уже даже пробовали это, потому что говорят об этом все, это действительно достойно. Внимание, у меня уже пустая баночка, она, кстати, была не одна, это не первая. Это кокосовая манна. Другими словами, кокосовое пюре, оно очень вкусное, и я пробовала аналоги украинского производства, и, к сожалению, это такое ощущение, что совсем два разных продукта. Это можно употреблять даже просто ложкой, можно в кашу, можно в пироги, можно что-то печь, можно просто кушать и сверху мазать даже хлеб. Единственное, что, когда вы получаете баночку, сверху идет кокосовое масло, то есть вам надо либо его перемешать, всю баночку, весь продукт, либо просто убрать это ложкой и потом что-то с ним приготовить, например. Фирма Натива, не знаю, как правильно. Это очень вкусно, тут 425 грамм, но я не могу остановиться, это съедается очень быстро. Клюква, сушеная клюква, подслащенная виноградным соком, извините, яблочным соком. Это любимый продукт моего сына, это очень нравится мне. Тут ягодки напоминают изюм, только более красные. И они с добавлением подсолнечного масла, поэтому немножечко жирными кажутся. Очень вкусно, очень полезно. Кстати, витамин С, это йогис. Вот такие вкусняшки. Опять же, это далеко не первая пачка. Кстати, клюква, наверное, это уже пачка десятая, а то и двадцатая. Тут такие вот небольшие кружочки, которые можно кушать в день. Они на основе йогурта, и в них есть сахар. Вот они, такого размера, как таблеточка такая. Они очень мягкие, и они во рту быстро тают. Все вкусы классные. Самые вкусные из йогис, это клубничные. Меньше понравились вот эти желтенькие с манго и бананом. Дальше тоже из той же оперы. Называется Кремис. Они без йогурта, на основе кокосового молока. Они тоже очень вкусные. Кстати, мне нравятся даже больше. Они чуть менее сладкие и без сахара. Обязательно попробуйте, особенно зеленая пачка. Мой сын может съесть одну за раз, но кто же ему даст? Сыну год и одиннадцать месяцев. Дальше пафы. Это такие колечки. Вот они. Практически не сладкие. Но тоже очень вкусные. И если ваш ребенок еще не избалован йогисами или кризисами, которые я показывала только что, то попробуйте, ему обязательно понравится. Давайте покажу вам витамины. К сожалению, у меня нет сейчас баночки Solgar Omega 3. 950 мг. Если вы ищете, то обратите на нее внимание. Это лучшая Omega 3, которую я пробовала. Дальше это Spirulina. Я сейчас принимаю уже вторую баночку. Тут 500 таблеток. Я принимаю по 3 таблетки натощак каждое утро. Еще есть у них Chlorella, но она почему-то нравится мне меньше. Эту обязательно попробуйте для пищеварения. Почитайте в интернете. Конкретно фирмы Now. Дальше той же фирмы Radiola. Кстати, у меня тоже вторая баночка. Тоже пью натощак по одной штучке. 60 таблеточек. Она придает мне энергии и, наверное, каких-то дополнительных сил для нового дня. И также витамин D3 в капельках. Еще такое принимали хиноцея. Но хиноцея есть свои нюансы. Я бы не советовала ее употреблять просто так, без назначения врача. Эта фирма, насколько я понимаю, Child Life. Они достаточно приятные, не противные. Я даю сыну каждый день по 0,25 мл. Там 6 капелек получается. 6-8. И 9 месяцев в году. Кроме лета. На витаминах... С витаминами закончили. Дальше показываю вам специальный клинзер. Этим средством я мою игрушки, мою стол детский. Отличное средство. Оно практически не имеет никакого запаха. Оно натуральное. И, опять же, я постоянно его заказываю. Фирма Baby Galix. Обязательно все ссылки оставлю внизу, если у вас есть дети. И даже если детей нет. Для того, чтобы протирать какие-то поверхности на кухне. Дезинфицировать их. Отличное средство. Той же фирмы мы заказываем санитайзеры. Вот у нас два. Одни. Крышечка. И они выдавливают средство в виде пенки. Без спирта. Без всяких других видов алкоголя. Alcohol free написано. И это запаска к ним. То есть в маленькой бутылочке идет 50 мл. Ее хватает, кстати, надолго. А здесь 473. То есть, грубо говоря, на 9 раз. Даже 10. У вас есть средство. Детские зубные щетки. 4 штучки в упаковке. Отличного качества. Меняем ежемесячно, пока детям не исполнится 3 года. Потом раз в 3 месяца. Они на присоске. Удобно использовать. Сыну нравится. Мне тоже нравится. Чистить им на зубы. Отлично. Присмотритесь. И очень бюджетно. Главное, душа. Покажу вам такие перчатки. Не жесткие, но не супер мягкие. Что, знаете, как будто тряпочкой протираешься. Мне очень нравится. Используем. У меня есть свои. У мужа свои. Единственное, что там цвет нельзя выбрать. Моя любимая кисточка. Эко Тулз. Фулл Паудер. Я ей наношу либо пудру, либо метеориты. Она мягенькая. Очень приятная. И это действительно моя любимая кисточка из всех, которые у меня есть. Ну, как же без знаменитого яичка от Real Techniques. Я не пробовала Beauty Blender. И, ну, не имеет смысла, наверное, потому что мне очень нравится нанесение тональной основы этим спонжем. И зачем придумывать что-то другое. Тем более, что Beauty Blender стоит в разы дороже. Естественно, Carmex. У меня оригинальные запахи, вкусы, как правильно сказать. И, насколько я понимаю, разница не только в форме. Тут выдавливается гель. Тут, как в обычной гигиеничке, стик. В стике еще плюс SPF 15. Тут нет никакого SPF. Обратите на это внимание. Идем дальше. И переходим к уходовой косметике. Итак, первое. Это у меня патчи. Это Petite Fee. Золотые, гидрогелевые. У меня уже они закончились. Это пустая баночка. Я использовала две. Мне очень нравится, как какой-то соус средств патчи. Но уже против акне. Вот в компании Cosrx. Да, я увидела размер. Смотрите на этих крошечек. Я очень удивилась и немножко даже расстроилась. Вот видите, маленькие кругляшочки. Вы их наклеиваете на прыщик. Лучше делать на ночь, но я использовала и днем. И они... Наклеиваете на прыщик. И они либо вытягивают всю гадость, которая там есть. Либо, если это только зарождающийся какой-то экспонат, то они убирают красноту и прыщик вообще может за ночь пройти без следа. Это масло Таману. Я знаю, что его достаточно тяжело найти. И конкретно я покупала у нас в Веколавке. И это был какой-то продукт. Такое ощущение, как будто не фильтрованный. А вот этот продукт абсолютно чистый. Пахнет не очень приятно, но от него великолепный результат на коже. Я использую только на ночь и только если муж уже уснул, потому что он не выносит такой запах. Вот. И это средство помогает от прыщей. Также его можно наносить на глаза. Я долго боялась это делать, но потом попробовала и все в порядке. Конечно, не нужно на них лить, а просто когда вы используете масло, немножечко прикоснитесь к векам. И перед нанесением мы наносим 5 капелек на ладошку. Хорошо растираем. Наверное, раз 20. И после этого таким способом используем. Дальше всем известная гиалуронка от Елизавета со свинюшкой. У меня до сих пор большие вопросы, к чему тут свинья. Но да ладно. Очень удобный формат с пипеткой. Наносим после тонера, либо после умывания. И сразу после сыворотки, пока она не успела высохнуть, наносим увлажняющий крем. Мне нравится тут 97% содержания гиалуроновой кислоты. Если вы ищете что-то подобное, берите. Не пожалеете. Дальше это крем от компании Reviva Labs. Дневной крем с гиалуроновой кислотой. Я думаю, что тут совсем маленькое содержание. Да, он тут практически в конце. Но не в этом дело. Это крем для жирной кожи. И он подходит идеально на летний период. Для жирной кожи в качестве дневного крема. Зимой недостаточно. На ночь тоже. Запах нормальный, обычный, ничем не примечательный. Пахнет кремом. Баночка небольшая, но у него и хорошая цена. Он не забивает поры. Абсолютно не комедогенен. Мне очень понравилось. Единственное, тут, к сожалению, нет никакой SPF защиты. Но, как мы знаем, BB крем вам в помощь. И последнее. Это два средства от фирмы Derma E. Первое это Exfoliant. С содержанием high-кислот. Которые помогают нам избавляться от пост-акне. А также борются с уже существующими недостатками. С прыщиками, высыпаниями. Наносим на ночь. Он действует как пилинг. То есть будьте готовы к тому, что будут небольшие шелушения на следующий день. Но не обязательно. Использовать один-два раза в неделю. Мне хватает одного-двух нажатий помпы на лицо и шею. И это еще один крем от Derma E. Увлажняющий. У него не совсем обычный запах. Он пахнет чем-то кисленьким. То есть еще раз доказывает, что тут задержится кислота. Мы обязательно используем его только на ночь и только в зимний период. Потому что, опять же, активное солнце нам не к чему. И храним в холодильнике. Он отлично борется с недостатками кожи. Кроме того, он отлично убирает шелушение. И то, что я заметила по себе, наносить его нужно не тонким слоем. То есть не то, чтобы прям маской и толстенным слоем, чтобы у вас было видно за километр. Но чуть больше, чем обычно. Только тогда он действует действительно хорошо. И еще не пытайтесь его экономить. Потому что он достаточно быстро портится. Особенно, если не находится в холодильнике. Итак, я вам показала все свои любимые продукты из Афер. Я надеюсь, что была полезна своими отзывами. И вы присмотрели что-то себе. Надеюсь, что вы успеете отхватить полезные продукты до окончания скидок. Внизу я обязательно оставлю свой промокод, которым вы можете воспользоваться и получить еще дополнительную скидку. На этом все. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока-пока.